Итоги уходящего понедельника Чем чреваты пьяные вечеринки Необъятное сердце Жительницы Бобруйска вручили Орден Матери Я не представляю, как я даже буду дальше жить, когда они вырастут В чем измеряется счастье Домашняя игра В городе прошла областная спартакиада руководящего состава органов внутренних дел Цель в первую очередь объединить личный состав Кто получил ключи от новенькой Лады Гранта А также важные переговоры Последний звонок И майские перепады Во вторник днем в Беларуси ожидается до плюс 24 градусов Что дальше по прогнозу? От импортозамещения до защиты границ В Сочи прошла встреча президента в Беларуси и России На повестке широкий спектр вопросов политического и экономического характера В первую очередь Александр Лукашенко уверен Страны успешно решат возникающие проблемы в сфере безопасности Белорусский лидер отметил, тут есть о чем поговорить Особенно в связи с концентрацией войск НАТО на западных рубежах Обратил внимание наш президент и на экономику в союзном государстве Она на фоне санкционного давления неожиданно интенсивно укрепляется Падает безработица, уровень безработицы Да, это хорошо Ну и рубль укрепляется бешеными темпами Что бы мы тут не переборщили Поэтому неожиданная вещь происходит Но это для них неожиданная Мы то ожидали, что это будет Это время возможностей И они, сами не понимая того Запад Нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой Мы определили, наше правительство по нашему поручению Определили основные направления по импортозамещению Даже посчитали в первом приближении Во что это обойдется Деньги совсем небольшие Я не хочу публично сейчас называть Потому что они примерные Ну совсем смешные деньги Но мы выйдем по основным моментам Где у нас не хватает комплектующих и прочее На хорошее импортозамещение Тем временем Владимир Путин заявил Каждый шаг дальнейшей интеграции Который связан со строительством союзного государства Проверяется, чтобы создавать надежную базу Для экономического развития По словам российского лидера У братских стран много направлений совместной работы Один из самых главных вопросов Промышленная кооперация На волоске от жизни На выходных в Бобруйске спасли трех человек ЧП пришлись на субботу В обоих случаях вероятной причиной возгорания Стала непотушенная сигарета С подробностями Ольга Васинда Оксана Михлина до сих пор не отошла от событий Субботней ночи В полчетвертого ее разбудили крики о помощи И громкие разговоры соседей Женщина сразу же выбежала на лестничную площадку Как оказалось, горит квартира напротив Там люди Сосед пьяный привел друга Тут они выпивали, поругались Произошло пожар Сигарета упала в кресло Кресло загорелось И кричали о помощи Разбивались окна Люди все повставали МЧС вызывали В доме на Ульяновской огнеборцы оказались спустя пару минут Бросились в самое пекло Один мужчина находился в сознании Другой нет, его госпитализировали Приятели чудом остались живы Черные стены и деформированная дверь Первое, что бросается в глаза За ними не менее жуткое зрелище Обгоревшие вещи, мебель и остатки горе-вечеринки Еще одно ЧП произошло на Гагарином Сообщение сотрудникам МЧС поступило в 10.30 Здесь горела квартира на втором этаже На полу в коридоре спасатели обнаружили 63-летнего жильца Мужчина получил ожоги 50% тела Его забрала скорая Жизнь пострадавшего висит на волоске В результате пожара повреждено Некоторое имущество, мебель, закопченные стены Причина выясняется Не исключено, что в обоих случаях ЧП спровоцировала непотушенная сигарета Это одна из самых распространенных причин Гибели людей на пожарах В Бобруйске с начала года огонь унес жизни уже 9 человек А ведь предотвратить непоправимую трагедию Могло соблюдение элементарных правил безопасности Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Квартирный вопрос, белорусские арбузы, цифровая гигиена В стране началась декада кибербезопасности Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Выпускные вечера в Беларуси пройдут 10 июня Проводить их можно только в школах В исключительном случае допускаются учреждения культуры и доп. образования Приказом также регламентировано создание безопасных условий К слову, последний звонок запланирован на 30 мая Прозвенит он для 150 тысяч ребят В Беларуси за три месяца этого года построили больше 14 тысяч квартир 30% из них в сельской местности 550 тысяч квадратов для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий И 400 с господдержкой За 2021 в стране возвели свыше 52 тысяч жилищ В республике стартовала декада кибербезопасности Доступ к нежелательному содержимому Контакты с незнакомыми людьми в соцсетях И неконтролируемые покупки Направлена акция в первую очередь на детей О цифровой гигиене расскажут подросткам милиционеры В Беларуси работают над аклиматизацией теплолюбивых растений Уже есть результаты Белорусские арбузы по своим вкусовым качествам не уступают астраханским А клубника при определенных условиях плодоносит на протяжении 4 месяцев В планах у ученых расширить спектр культур В стране прогнозируются ночные заморозки на почве до минус 2 Однако уже днем будет 24 выше 0 В среду потеплеет еще больше По югу до плюс 26 Вторая декада мая оказалась более щедрой на осадке, чем первая До конца недели ожидаются дожди Температура ниже климатической нормы Также обещают грозы Любовь неизмеримая величина Многодетной маме из Бобруйска вручили орден матери Ирина Кушнер воспитывает 4 сыновей и дочку Младше всего полтора года С квартирой помогло государство Теперь семейство строит счастье в молодежном микрорайоне В ангеле-хранителе Карина Гуревич Ирина Кушнер уверенная Счастье можно измерить и даже посчитать В ее случае это цифра 5 4 сыночка и лапочка дочка Маленькая Варе всего полтора года Она настоящая принцесса И долгожданная первая девочка Трехлетний Костя уже показывает свой характер И всегда стоит на защите сестренки Денис учится в пятом классе Его страсть, информатика и технологии Но как и любой мальчишка Любит удивлять друзей трюками на перекладине Маме помогаю с уборкой по дому Это застилать кровать Убирать мусор Подметать и мыть пол И пылесосить Стас только пойдет в третий класс А уже знает все об истории не только Беларуси Но и соседних стран Саше 18 Парень окончил с отличием художественную школу И планирует развиваться дальше Пример ребята берут с папой Который бросает все силы Чтобы обеспечить семью С трехкомнатной квартирой Помогло государство Я не представляю Как я даже буду дальше жить Когда они вырастут И просто уедут Это такое ощущение Что чего-то в доме не хватает Как будто бы чего-то нет И уже не все совсем в своей тарелке Без детей уже я не представляю своей жизнью Семья это самое важное И дети это тоже самое важное Что и жизнь Женский труд оценило и государство Ирине Кушнер и еще пятерым бобруйчанкам Вручили орден матери Большинство героинь сейчас находятся в декретном Для дам цветы и слова благодарности Ведь быть мамой хоть и сложная Но самая прекрасная профессия Отсутствие выходных и отпуска Компенсирует теплые объятия И детский смех Карина Гуревич, Максим Галенка Бобруйск, 360 Сменили погоны на спортивную форму В городе прошла спартакиада Руководящего состава органов внутренних дел области Звание лучшего боролись команды ОВД И территориальных ОВД Напряженная борьба развернулась на площадке Бобруйск-арены Правоохранители показали свое мастерство Умение в футболе, пляжном волейболе Перетягивание каната и плавание Личные качества участники демонстрировали В рывке гири, амреслинге и на стульном теннисе Победителями стали представители ОВД Бобруйского горысполкова Подарок новенькая Лада Гранта Ключи главного милиционера вручил мэр города Второе место у Могилевского облсполкома Бронзу разделили Бобруйский и Гулузский РУВД К слову, в этом году спартакиаду приурочили Году исторической памяти Цель в первую очередь Объединить личный состав Чтобы они Еще более он был сплошенный Чтобы они в неформальной обстановке Со своими коллегами, друзьями пообщались Опять же показать Нашим детям, молодежи Что нужно заниматься спортом Праздник удался Я хочу выразить слова благодарности Прежде всего руководству города Выразить слова в целом жителям города За такой прекрасный и красивый праздник Который они сегодня нам устроили Нужно стремиться к тому, чтобы все-таки Молодежь проводила свое время Не в телефонах, не в каких-то гаджетах А проводила именно на спортивных площадках Чтобы это закаляло молодежь Продвигало вперед Нашу светлую, чистую, белую Русь Без развлечений остались и зрители Действовали спортивные и тематические зоны Силовой экстрим Стрельба с пневматики Дартс Футбольный снайпер Скоростное забивание гвоздей Толкание бревна Дети могли почувствовать себя Настоящими спасателями Поливаясь пожарным рукава Здесь же развернулась Выставка ОМОНа и ГАИ с техникой Оружием и обмундированием Рассмотреть их можно было детально Самых маленьких Развлекали аниматоры Это все и события К этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова